вот говорят же есть большой город москва да там можно ходить бесконечно там площади большие вот для меня сейчас сергиев посад он гораздо больше чем москва но эта величина она не современная история на в глубине и так интересно доставать для тысяч людей с конца тридцатых годов эта дорога к загорскому оптикомеханическому заводу станет поистине исторической завод дает работу он дает квартиры он дает саму жизнь и конечно он дает то что так необходимо советским людям новую культуру так что отправимся как раз в то место где эта культура создавалась в библиотеку имени горловского знаменитые бани на рабочке а как-нибудь знаменитыми если в них до 70-х годов малосы ровно половина города загорска ванных комнат не было сюда в эту баню в 1947 году переедет та самая зомзовская библиотека и несмотря на то что вроде бы бани не предназначены для библиотеки есть дадут самый большой вести год конец тридцатых годов станет для всей страны и загорска временем перехода в другую реальность в маленьком и патриархальном посаде развернется строительство крупных военных заводов первым станет загорский оптикомеханический в 1935 году теперь город и горожан будут формировать не лавра а зомс и земс заводы и партия начнут активно бороться с безграмотностью в 1938 году на территории троицы сергиевой лавры появится первая заводская библиотека состоящая из трехсот книг книжный фонд сложится из личных коллекций инженерно-технической элиты зомза так будет положено начало библиотеки имени александра горловского подмигивает мадам библиотека средь взрослых и подростков легко себе находит поклонника друзей остались такие бесконечные коридоры на мне кажется большая площадь до площадь 1356 квадратных метров угол то есть когда планировали здесь открыть библиотеку то первый этаж и цоколь сразу был отдан под библиотеку то есть это целенаправленно строилась под библиотеку завод решил ее здесь увековечить но здесь у нас вот подсобные помещения вы видите и в то же время каждое подразделение библиотеки имеет архивные фонды как мы их называем святая святых архив ну вот сейчас мы с вами попадаем до стеллаж где находятся как мы называем толстые журналы это иностранная литература это звезда вы что это не основание библиотеки здесь не со дня основания но 20 а 20 лет точно наташа если сравнивать советского и постсоветского читателя разницу это ощущаете не сильно что тогда читали классу классику сейчас читают классику в газетном каталоге советских времен 8 тысяч газет и более сотни толстых журналов все они выходят многомиллионными тиражами среднестатистическая советская семья на периодику оформляет годовую подписку при месячной зарплате в сто сто двадцать рублей на журналы и газеты граждане тратили в год до семидесяти рублей стране высочайший уровень доверия к печатному слову статья в газете могла разрушить чью-то жизнь или наоборот спасти за книгу можно было получить сталинскую и ленинскую премии а за слово срок в лагерях и высылку из страны яма и вот этих книг совершенно потрясающие истории там возвращенцы они были изданы потом они были запрещены потом они вернулись наташ вы застали времена вообще когда изымали книги застала застала происходяло он в основном это списки которые к нам приходили из горлит такой был такая была организация которая следила как цензор приходили списки мы обязаны были с полок снять вынуть карточки из каталога и естественно списать эти что значит списать уничтожить или вы должны были куда-то отправить до мы отправляли и до сих пор это дело муклатуру муклатуру а что вернулось в результате солженицын вернулся вернулся платонов что было еще из микро накрас викторник виктор надо виктор некрасов и после его эмиграции в париж основном а кстати да простите перебила вас кстати виктор некрасов он же лауреат сталинской премии вот после эмиграции в париж он будет запрещен а теперь они прям как полноценные жители библиотеки не просто стоят по полочкам у вас да вы не делаете из них отдельного фетиша и нигде на отдельной полочке не доставлен нет не высли но мы их все время используем в выставках а когда идет выставка там можно рассказать о судьбе книги а судьбе автора и даже вот видите они тоже зачитаны книги да уже не просто новенькие стоят вот пожалуйста вы говорите друзья что такой интересный посад вот это тоже интересный посад потому что это тоже история с 1970 года с того самого момента как библиотека заедет сюда на 1 и подвальные этажи такой классической пятиэтажки здесь никогда не менялось расположение кабинетов и специально к открытию загурский художник алексей колесников создаст это эпическое панно человечество и книга смальта лазуревые оттенки кстати работы колесникова можно было видеть в то время во всех ведущих гостиницах многих библиотеках советского союза каждый заходящий должен был попадать в настоящий храм знаний по крайней мере люди так вспоминают свои ощущения а в 1996 году библиотеки присвоят имя александра горловского горловские фигура почти культовая для загорска интеллигент литератор лектор это про него скажут книги вы были легкими он дышал литературой знания александр самуэлч горловский родился в 1930 году в семье профессора военной академии декана педагогического института отца репрессировали когда саше было шесть лет в студенческие годы арестовали и самого горловского как сына врага народа несколько лет он проведет в ссылке в казахстане репрессии не сломили горловского он не только получил два высших образования стал литератором публицистом писателем и сценаристом но и не потерял присутствие духа и жажды жизни в загорск горловский переедет в 1954 году откроет за горчаном цвета его ахматову волошина воспитает целую плеяду городских поэтов в библиотеке создан мемориальный кабинет александра самуэлча горловского вот не на этих лекциях как раз я была когда слушала горловского голоса русской поэзии 20 века боже фамилии какие смотрите бальман анинский гумилев хлебников волошин какого года плакат кстати когда 60 наверное да скорее всего 60 и 70 так вот наверно вы вроде слушали я выслушал в малом зале дворца культуры будучи еще ученицей девятого класса и также продолжает десятом классе необыкновенная эрудиция необыкновенное преподнесение материал вот эта эмоция это красота внешние красота слова то есть вот невозможно оторваться невозможно мы на и зашел сам именно от лектора писать вот было же тетрадка собой писать невозможно хотелось улавливать его взгляд его слова то есть вот это и завораживало людей на этом оказалось что он разговаривал немножко раскачивался на трибуне и зал начинал так вот за ним повторять эти движения потому что с энергии было потрясаю дружил вдовой волошина и очень любил кстати она была очень строгая такая у него вообще есть в нем даже что волошинская есть какое-то буйство такое волошинская расул гамзатов василиска андроников это был близкий его друг понимаете вот окружение это она тоже давала подпитку вот он с ним пообщался ты ему на них учиться и то же самое сюда а я слышала что есть какая-то книга кстати где что-то написано прямо рукой горловского он ложится в таком уникальном издании не смотрите что это небольшое но поскольку он страстно любил в маяковского и также читал его разделяю да да то вот есть такая книжечка небольшая о народности поэзии маяковского здесь вот мы даже и переплетать не стали есть переплетенный экземпляр она вот такой дарственной надписью как-то хитрый мочеред одарил меня хинштейном нынче видно мой черед и почти благоговейно подношу свой тощий труд маргарите и илье я заикаясь и рабе и думаю а вдруг прочтут но никто и никогда не изменит роль личности личности которые открывают город действительно сейчас часть которая бросает совершенно нестандартный взгляд и мы решили с интересный посад знакомить вас с такими людьми гуляйте с нами я родилась в этом городе я в нем выросла я очень не любила в юности не любила мне казался маленьким скучным холодным таким городом ограниченных возможностей а потом я не знаю что произошло то ли повлияли какие-то рассказы моего отца который был исключительным краеведом и великолепным рассказчиком то ли я посмотрела другими глазами и вот 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 Субтитры подогнал «Симон»